Всем привет, с вами Тостер и сегодня мы вспомним самые горячие новости и события прошедшей недели. Поехали! 23 сентября. В сети состоялась премьера клипа Нахал МДК. Нахал решил подогреть интерес к своему новому синглу клипом в стиле поп-панк. Однако рэперская натура все-таки выдает исполнителя. Без обилия девушек с сочными формами он обойтись не смог. 24 сентября. Состоялась премьера Макси сингла Фейс «Почему это лучше, чем твой полноценный альбом». Иван Дремен вернулся в новой работе к социальной тематике, разоблачающей проблемы российского общества. Рэпер грозно разносит продажных артистов, религиозный бизнес и коррупцию. Также артист не упустил возможность посмеяться над новичками, которые делают треки исключительно про дурь, секс и дорогие вещи. Стоит отметить, что артист значительно поднял уровень рифом и соединил социальщину с грамотными панчами. Gone Flat планирует выпустить EP «Одиночная психическая атака» в привычной нам рэп-стилистике в ноябре. А также экспериментальный акустический мини-альбом с гитаристом ЛСП. Большую пластинку Gone Flat обещает выпустить в 2020 году. 25 сентября. Шесть минут беспрерывного фристайла отлил Узи Верта, оказались сегодня в сети. Застоялась премьера клипа Gone Flat под названием «Пустота». Flat представил обещанный клип и невероятно сильно порадовал визуалом своих слушателей. Атмосферные кадры природы гор, единение с окружающим миром и рассуждение о личных проблемах. Взрослеть всегда сложно, но оставаться человеком нужно при любых раскладах. 26 сентября. Тикаша Сикс Найн отказался от программы защиты свидетелей, как сообщает издательство TMZ. Рэпер рассчитывает на силу своей охраны. Благодаря программе Тикаша мог бы обезопасить свою жизнь, скрывшись на деньги правительства и стартовав новую жизнь. Видимо, Сикс Найн еще имеет планы на свою исполнительскую карьеру. Арестован новый подозреваемый, связанный со смертью Мак Миллера. Под пристальный взгляд следствия попал 36-летний Райан Ривис. Полиция обнаружила у преступника рецептуарные фармацептические препараты, инструменты для употребления наркотиков, 9-мм пистолет, два ружья и большой запас патронов. Следствие вышло на Райана Ривиса, расследуя смерть артиста, умершего от передозировки. 27 сентября. Обла Дает выпустил новый клип на трек АА. Следом за синглом Обла представил клип. Видео, выполненное в минималистичной манере, отлично отражает муд композиции. Леденящий дух локации, летучие мыши и холодный бетон, словно айс, вызывают озноб. Тифэс представил новый трек Папи. Ти совсем недавно тизерил данную композицию у себя в социальных сетях и вот уже представил ее на суд слушателям. Горячие латинские мотивы и жаркая девушка, исполняющая на испанском, заряжают южным вайбом, под который просто невозможно усидеть на месте. В сети появился трек Маркула под названием «Икс Рей». Это душевный трек о перипетиях творческого пути. Песня пропитана мощным зарядом энергии, что толкает к движениям и новым достижениям. Состоялась премьера альбома Жака Энтони под названием «Джоуз 2». В отличие от первой части, вторая вышла более агрессивной и плотной по вайбу. Атмосфера и звук на высоте действительно складывается впечатление, что рэпер способен перевоплотиться в акулы и уничтожить смертельными челюстями всех своих оппонентов. Особенного внимания заслуживает трек «Счетная машинка», на котором Яникс вместе с Жаком уничтожают бит в щепке, используя максимально интересные панчи и играя с флоу. Рэп-феномен Алена Алена представила экранизацию трека «Завтра», основа клипа тура исполнительницы в СНГ и за рубежом, в качестве специального бонуса «Скепта». 28 сентября. В своих социальных сетях White Punk представил совместный с Big Si сниппет трека, который, как обещает артист, в скором времени выйдет вместе с клипом. В съемках видео принял участие провокационный актер Владимир Епифанцев, известный многим по участию в фильме «Зеленый слоник». Также в планах совместная работа с Рамирезом, с которым панк успел поработать во время визита того в Россию с концертом. На этом наш новостной дайджест подходит к концу. Подписывайтесь на тостеры, ставьте лайки. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!